Ну что, всем огромный привет, с вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать, вы наконец-то находитесь, знаете, не напротив солнца, а солнце, направленное на меня. Как вам картинша? Напишите, нравится ли вам или нет, потому что мне как-то странно, мне кажется, я сейчас настолько чёткий, что это просто ужас какой-то. У нас обязательная собачка. Вот, у нас опять наблюдается пожарчание, поэтому ставьте лайк, пишите комментарий. Вот, ставьте лайк этой маленькой. Ой, ну какая же она вонючка. Ну вот только посмотрите на эту мордочку. Ну какая красоточка, скажите же. Такая дурачка. Сейчас ещё пузико вам её покажу. Глупо. Смотрите, какое пузико. Сразу видно мамина дочьа по пузику. Ой, ну всё, иди. Ставьте лайк в следующем видео, наберёте лайки много, покажу вам кошечку. В таком же большом увеличительном формате. У нас сегодня, значит, ароматы с нотой туберозы. Блин, мне такая худыня стала. На мне вот этот вот жакетик аж висит. Представляете, короче, сегодня у нас ароматы с нотой туберозы. Такая, знаете, темочка, конечно, не из приятных, потому что снова начинается жара. Кто не знал, что следующая жара будет снова ещё более аномальней. Вот, поэтому готовьте воды, готовьте воды, хлады, лёды, и будем с вами это тусить, играть в жару. Пороче, аромат с нотой туберозы попёрли страусы, мои хорошие. Давайте. Что у меня вызвало удивление? Небольшой перекрут яичника. То, что в Линтердите, оказывается, есть туберозы. Я прочитал на фрагрантике, вот, и понял, что тут туберозные замыслы очень интересно обыграны. Тут, короче, всё, что угодно, кроме клубники. Вот виноград, на самом деле, по-моему, есть. И туберозы. И что вы думаете? Я поднёс к своим соплам вот это вот тождество безбрачия. Вот, поднёс это к своим соплам. И унюхал тут реальную туберозу. Короче, вот они, загадки головных мозгов. Это серьёзно. Тут, короче, ядрёнейшая тубероза. И я её учуял по её такой вот опасной назойливости. Ну, короче, кто любит аромат с нотой туберозы, кто знает, кто пронюханный, знают, что она такая тропически, молочная, ядрёнейшая. Короче, знаете, такая нота, которая не очень тоже подходит на жару. Ну, блин, вы так меня просили снять туберозу. Ну, вот я снимаю. Короче, тут тубероза окутана вот какими-то виноградными флёрами. Вот, на самом деле, если абстрагироваться от всей вот этой вот истории с головными мюслями и просать вот эту вот темочку одну, то есть собрать аромат воедино, то это будет какой-то очень подкисший виноградный сок. Но если поднапрячь свои извилины, то вы тут унюхаете очень жасмин, даже, возможно, самбак, который ещё больше писей пахнет. Вот мускус, тубероза, виноградный лист, не помню, есть тут или нет. Наверху вот эти, услышите, цитрусы. Короче, интересное восприятие. Я вам хотел рассказать. У живописцев был такой вот живописный эксперимент у художников. Художников взяли, короче, поставили им натюрморты, вот и сказали, нарисуйте только самые тёмные места, нарисуйте тень. В итоге они нарисовали боковины, краюхи, боковины и всё. Такие вот просто пятна. Не приши к пизде рукав, как говорится. Потом притащили людей с улицы всяких, вот, и спрашивают, ну, что ты видишь на этом всём? И они назвали те предметы, с которых художники рисовали вот эти вот теневые моменты. То есть голова, поняли, она дорисовывает изображение, даже если у вас там просто одна культя. Вот, просто человек дорисовывает руку. Так и с парфюмками. Вы тут услышали? Ой, пахнет подкисшим виноградиком. Вот, а на самом деле, блин, я уже потерял мысль. Ну, вы, короче, поняли эту историю. Не верьте своим ушам. Ну, короче, к чему-то эта история должна была вести, но что-то я забыл, к чему именно. Ну, короче, ладно, это уже не важно. Короче, здесь есть тубероза. И очень неплохая. Сам аромат классный, но вот почему-то я его сейчас ношу реже, потому что он очень такой вот назойливый, но он очень классный, он у меня обязательно останется. Кстати, блин, скоро у меня появится один ароматик. Может, думаю, вам снять отдельное видео про него. Аура Тьеремюглер. Снять вам видео. Я от него избавлялся, и вот у меня снова появится. Там очень страшная история на самом деле. И грустная одновременно. Следующий аромат. Это аромат богачки. Ну, не самый богачки, а вот такой вот, богачки на лайте. Это Руш Малахит Армани Прайв. Это какая-то лимитка, короче, но они по аромату ничем не отличаются от безлимитки. Ой, короче, Руш. Я говорю, Руш Малахит. Сразу почему-то Роза. Возникает Роза такая вот, такая нежнятина, такая шикардятина, шикарная девочка. Такая, ой, где мой Руш? Где моя Малахитовая шкатулка? Но херушки там. Не здесь они там. Как говорится, короче, блин, цвет такой странный. И почему-то фон не размывается. Какая-то загадка тут, ну, тут он хамона. Вот, ну, в итоге тут Тубероза. Тут Туберозы очень много всего. Жасмин, Тубероза, есть небольшая ваниль, есть такая ноточка пралине. То есть, я бы сказал, он немножко гурманский. Но тут Тубероза очень благородная, я бы сказал. Она тут не веселенькая. Она тут не вырви жопу, не поцелуй меня в писю. Не знаю, как вам сказать. Она очень такая вот шикарная и благородная, и самое главное, не хищная. Вот, то есть, с этим ароматом можно пойти в театрик, можно что-нибудь такое замутить. То есть, она имеет вот такие вот в себе задатки классической Туберозы. То есть, немножечко она там кое-где кисленькая, немножко кое-где она горькая. Ну, вы поняли. Тубероза, но она тут очень сильно облагорожена. Шикарный аромат, советую. Аромат, который у всех, короче, порешает, это Александр Маккуин. Это такая, знаете, туберозная, как это, туберозный идол. Вот, то есть, это просто моноаромат туберозы практически. Ой, какой он нереальный. Ой. Просто хищная девочка-хищница. Молочная девочка, знаете, есть торт. А это молочная девочка-хищница. Вот, короче, это ода туберозы, нереальная моно-тубероза, просто сливочная, и какой он стойкий, какой он шлейфовый. Зимой и летом, если его пшикнешь, это, знаете, никто не остался в живых. Будет вот такой вот сказ, будет такая вот последняя слова ваши, это никто не выжил. Это просто, знаете, это шлейф на 10 километров. Я тут что-то тут на птичек засмотрелся, как кошка. Вот. Ну, блин, просто он меня самого душит, что, в принципе, я думал, невозможно. Но когда я его наношу, я его слышу от и до. То есть, это прям, знаете, это вот отправная точка, это туберозный якорь. Вот, если вы хотите узнать все таинства этого цветочка, вам нужен этот аромат. Это просто что-то с чем-то. Фу, такая фраза. Это что-то с чем-то. Короче, аромат классный, крутой, я вам его риле советую. Так, следующий аромат для богачек. Вот, это MCDI Пешекардинал. Смотрите, какая тетенька. Очень похоже на меня. Видите? Прямо это. Герцогиня. Герцогиня Кирилл. Тут у нас, короче, такой вот использован бленд. Сейчас. Тут использован вот такой вот бленд. Да? Да. Вот. Тут использована шикарная штучка тубероза плюс персик. Причем персик нереально натуралистичный. Такой, знаете, прям, прям видно. Слушаешь, так, мохнатая жопка, мохнатая пися. Он такая, все такое примахначенное, бархатное. Нереально натуральный персик. И, знаете, и мягкая такая, веселая, игривая тубероза. Какой шикарный аромат. Боже. Но, знаете, я бы назвал он такой более игривый. Он не такой вот супер мощный, какой-то там супер пупер. Нет, он более игривый. Такой вот ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Вот. И изысканный, я бы сказал. Игривый, изысканный. И в нем тоже отсутствует хищность вот эта вот туберозная. Он более сглажен вот этим вот персичком. очень классный, очень суперский и суперкрасивый флакончик, с которым хочется обнять и жить с ним дальше всю жизнь. Ну, естественно, я его берегу. Дали, Йоть. Дали, Йоть. Вы удивитесь. Вот. Но это поэма Ланком, потому что тут в сердце явно есть тубероза. И даже мимоза есть. Представляете? Ну, тут пирамида нереально богатая, богатейшая. То есть, чего тут только нету. Но тубероза вычленяется членушей довольно-таки легко. То есть, она где-то в серединочке проявляется и как раз-таки дает почему-то здесь такую праздничную нотку. Даже нотку помпезности. И тоже она тут не хищная, не такая вот хищная. вот. Вот хищная тубероза. Обязательно попробуйте и вы поймете, что такое тубероза в чистом виде практически. Здесь она прибавляет сливочности, но она не такая вот не тропическая, не такая вот ядренейшая, а такая, вы знаете, мягкая, степенная, я бы сказал, добавляет нотку праздничности. Как бы приправляет вот эту всю историю. Для меня это аромат праздника, нового года, возможно, шампанского, вот этого вот всего. Аромат реально праздничный. Смотрите, сколько я его выпушекал за это время. Это достаточно много для моей коллекции. Короче, аромат шикарный. Такой вот вам топ-5 приготовил ароматов с туберозы. Если у вас есть запросики еще на ароматы с чем-то, пишите их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Там очень много всего интересного. Подписывайтесь на инстаграм. Там вы можете лицезрить красивую меня. Вот. Ну и на все, что сказано в инфобоксе. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ждите кошечку в следующем видео, если исполните все мои предписания. Поэтому люблю, целую, пока-пока. Споки-ноки, вилы в боке и все такое. Давайте за. Поки, пишите предложение туда-то. Давайте. Пока. Пока.